Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax и сегодня мы с вами поговорим о подписках на консолях. Ролик будет крайне интересный, скорее всего он будет даже длиннее чем обычно, поскольку помимо маленького сравнения данных подписок, будут еще и некие разборы ситуации вокруг этих сервисов, которые происходят в сети. Перед началом видеоролика обязательно прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал и начнем пожалуй с того, что подписочные сервисы, как вы поняли, очень сильно стали частью нашей жизни, поскольку они сейчас практически во всех сферах. В музыке, в фильмах, в играх и практически каждая компания, у которой есть некая платформа или контент, пытается создать свою подписку. Если же Microsoft свой игровой сервис запустила с года 2017, то Sony только-только начинает свой путь и спойлер, он немного неудачный. Напомню, что недавно Sony анонсировала свой некий ответ подписке Xbox Game Pass, которая подразумевает некое объединение стримингового сервиса PlayStation Now с подпиской PlayStation Plus, разбиваясь при этом на три уровня, которые каждый дороже предыдущего дает вам большее количество игр. Самое ключевое отличие от подписки Game Pass, помимо списка игр, это то, что в подписке от Sony вы не получите новых эксклюзивных игр. И пока, если честно, непонятно, каким образом и поскольку игр будет обновляться в список доступных проектов, и будет ли он вообще обновляться. Глядя на первоначальный список того, что там будет доступно, хочу сказать, что в целом подписка неплохая, поскольку там есть игры по обратке, AAA-проекты и крупные проекты от других студий а-ля RDR2 или Assassin's Creed Valhalla. И если этот список напрямую сравнивает с подпиской Game Pass, то вы 100% согласитесь с типичной фразой. В этом списке каждый найдет для себя что-нибудь, и это объективно. Что касаемо личного мнения от меня, то я считаю, что в целом эта подписка имеет место быть, и она довольно неплохо смотрится для новых игроков в плойке, ровно так же, как и подписка Game Pass для новых обладателей Xbox. Поскольку ты покупаешь консоль, она пустая, и чтобы не покупать каждую игру по отдельности, ты можешь купить себе максимальный уровень подписки и найти для себя что-нибудь интересное, ну а также перепройти все экзы, которые уже были на плойке. Объективно, это хорошо, но вот что касаемо старых игроков, тут пока вопрос, ибо о каком-то пополнении подписки и частоте пополнения я информации не видел. Если кто-то знает, то напишите об этом в комментариях. Просто большинство людей, у которых плойка уже была, у них кроме байта на покупку подписку будет лишь в виде обратно совместимых игр и, пожалуй, платных демо-версий. Но честно, платить за фулу подписку ради этих вот демо, мне кажется, такая себе идея. По сути, практически по такому же принципу работает и подписка Xbox Game Pass. У вас нет игр, вы покупаете подписку и не паритесь вообще об играх, ибо они пополняются, убавляются и так далее. Самый мощный плюс подписки от майков, это экзы в день релиза. И тут у нас первый жесткий такой звоночек. Дело в том, что весь этот сумбур вокруг экзов майков с каждым месяцом набирает обороты. Да я и сам недавно высказал свой негатив по поводу постоянных переносов, поскольку, ну, реально накипело. И если же в году 2019 мы слышали байки о том, что после покупок студии нас ждет каждый квартал какая-нибудь эксклюзивная ААА игра, то, находясь в 2002 году, можно с уверенностью сказать, что это время все еще почему-то не пришло. Это печально, и с учетом данной ситуации немного шатается привлекательность подписки Xbox Game Pass, поскольку многие берут подписку с учетом того, что за год они могут получить несколько ААА проектов от майков. Но по итогу в 2022 году, скорее всего, не получим ни одного. Конечно, это мы более точно узнаем 12 июня, вместе посмотрим презентацию, где нам опять по обещаниям должны показать нечто крутое, поэтому обязательно залетайте на стрим 12 числа, и чтобы не пропустить, нажимайте лучше на колокольчик. Тогда, хоть, надеюсь, уведомление прилетит. Но сразу хочу предупредить, что майки очень известны своими громкими заявлениями, обещаниями, громкими покупками, которые по факту пока еще не раскрылись. В общем, из-за отсутствия экзов и мощного пополнения подписки Game Pass, сложилась некая ситуация, в которой ресурс Катаку заявил, что подписка Game Pass выгорела. Да, конечно, майки красиво на это все ответили путем шуточной фразы «Скажи мне, что ты ограничишь себя только ААА проектами», не говоря, что ты ограничишь себя только ААА проектами. Этот ответ очень многим понравился, там все он подсобирал очень много лайков, но проблема заключается в том, что с каждым разом людей, которые задаются вопросом актуальности подписки, становится все больше. Поскольку бывало игроки, которые уже наигрались в добавленные игры, хотят нового. Если же более детально знакомиться с подпиской Game Pass со списком игр, то реально получится, что большинство это инди, недорогостоящие проекты, или же просто старые игры, в которые многие уже наигрались. Еще раз напомню, что подписка вначале развивалась очень крутыми темпами, и сложилось такое впечатление, что триплея проекты, это была неотъемлемая часть этой подписки, которая и должна была продолжить весь эффект этого вау. И это должно было продолжаться типа с каждым новым месяцем. Но как мы уже поняли, бесконечно вливать в эту подписку одни громкие тайтлы не получится. Надежда была на экзы, но их нет, поэтому раз в квартал мы получаем проекты от сторонних студий, которые либо провалились по продажам, либо с которыми просто есть некая договоренность. И поэтому из-за всего этого я не могу согласиться с Катаку, но могу сказать, что развитие подписки Xbox Game Pass все-таки поубавилось. И опять же, единственный глоток свежего воздуха, это наверное будут экзы. Если вы вдруг будете спорить о наполнении геймпасса в последние месяцы, и для вас подписка это реально подарок судьбы, и все, что туда добавляется, вам реально заходит, то либо вы только присоединились ко всей этой игровой системе, и вы реально кайфуете от того, что вам дают, но если же нет, то будьте добры покупать ее тогда за фулл прайс, а не за Аргентину. И тогда у вас мнение о данной подписке будет немножко иное. Ибо я заметил, что, к примеру, в СНГ у нас очень крутое отношение к подписке происходит как раз-таки за счет халявной ее доступности в виде другого региона. И когда речь заходит о том, типа, а ты бы купил бы эту подписку за 10к, многие почему-то начинают давать заднюю. Такая тема, в общем, стала бесить игроков, но они все еще в надежде, что Microsoft сможет удивить и добавить либо нормальные не так давно вышедшие проекты, ну по типу как Cyberpunk и Dane Clive 2, либо же наконец-таки начнет выпускать эксклюзивы, ибо студии дофига, но готовых проектов пока что нифига. Да и с учетом политики подписки геймпасса многие начали замечать, что качество новых проектов заметно поубавилось, ну например Halo. Тут, кстати, взаимосвязь подтвердили и Sony, поскольку на вопрос, а будут ли новые экзы в подписке PlayStation Plus, они сказали, что на старте точно нет, ибо это понизит качество проектов. Объяснения на самом деле здесь логичны, поскольку тратя много денег на разработку какого-то одиночного проекта, благодаря подписке, ты по сути вряд ли все это окупишь, ну или по крайней мере как-то офигенно заработаешь, ибо данная игра достанется пользователям за стоимость намного меньше, чем за 60 баксов. Я прекрасно понимаю, что многие после моего предложения скажут, Джамбан, ну ты вообще наверное поехал, но я даже был бы рад, если бы Майке свои одиночные ААА проекты стали продавать отдельно и добавлять их в подписку спустя время, там 3 месяца или даже больше. Типа окей, онлайн игры, в которых есть микротранзакции, можно добавить в геймпасс, поскольку за счет доната можно окупить игру и заработать намного больше, но вот одиночные проекты, чтобы качество их не менялось, лучше продавать отдельно. Просто я считаю, что данная стратегия, а именно платить за крутую игру 60 баксов, смогла бы повысить качество и возможно даже скорость выхода проектов, поскольку на сегодняшний день выглядит будто Майки даже специально как-то тянут выход проектов, тем самым подталкивая каждый год продлевать себе подписку на более длительный срок. Мол, ну если как бы в 22 году не повезло и Старфилда нет, оформляй ее в 23 и тогда Старфилд 100% будет. И тут, кстати, хочу вернуться к подписке Sony. Если она будет обновляться и получать в дату выхода игры сторонних разрабов, как в подписке к геймпасс, даже без эксклюзивов, их подписка в теории может уравнять шансы, поскольку если же аудитория Xbox перестала платить за эксклюзивы, и многие уже не видят в этом смысла, ведь есть подписка к геймпасс, да, и там будут эксклюзивы, то обладатели Sony к этому уже привыкли. И им как бы не влом заплатить 60-70 баксов, к примеру, за тот же бог войны Рагнарёк. Ибо проекты Sony, они качественные и хочется поддержать. И тем самым подписка PlayStation Plus сможет быть просто приятным дополнением к онлайну, который будет подкидывать новые игры, на которые вы вряд ли бы обратили внимание. Типа логика, скорее всего, будет такая. Куплю плойку, подписку, буду также играть, как на Xbox, по подписке в мультиплатформу, добавляющуюся туда в эту подписку, а экзы Sony я всё равно докуплю, ибо они стоят своих денег. Соответственно, таким путём, Sony рассчитывает, наверное, просто отвечать Xbox'а на их преимущество. Да, у нас есть тоже подписка, в которой тоже куча игр, и как бы тоже есть супер-мега проекты, но за них, извините, платить отдельно, поскольку вы за них всегда платили. И в этой ситуации, на самом деле, майки даже могут быть в проигрышной чуть-чуть позиции, поскольку, если же Sony вынуждает платить за свои игры, да, и игрок, в принципе, готов, то если майки предложат платить за игры, там, вне подписки, то игроки их не поймут, поскольку майки, получается, просто в ралли. Но, несмотря на это, тут мы приближаемся к самой кринжовой новости о подписке Sony. И это некий буст. Сначала я хочу напомнить, что у Microsoft существует просто невероятная лояльная тема, которая позволяет из существующей подписки, например, Xbox Game Pass или Xbox Live Gold, сделать самую крутую подписку, а именно Ultimate. Условно, если у тебя, к примеру, есть уже какая-то подписка для Xbox'а, Xbox Live Gold, там, не знаю, Xbox Game Pass, или даже Electronic Arts, то чтобы сделать из неё подписку Ultimate, то сейчас достаточно докупить любую подписку Ultimate и погасить её сверху. И тогда то, что у вас было, к примеру, там, 12 месяцев подписки Live Gold, вместе с месяцем Ultimate превратится в 13 месяцев Ultimate, то есть конвертация у майков один к одному, что в целом получается очень выгодно и можно реально официально сэкономить. Да и к тому же это побуждает людей попробовать ту самую подписку за не такую большую плату, если у вас когда-то уже была подписка. Но Sony, как мы поняли, это не Microsoft, поэтому, чтобы, к примеру, обновиться до самой дорогой подписки, вам условно придётся оплатить реальную разницу этой подписки. И даже если вы купили когда-то плюс по скидону и оформили его там до 31-го года, опять же, вы должны просто переплатить за это улучшение. И как вы поняли, вы не сможете, к примеру, докупить месяц самой дорогой подписки, чтобы её там преобразовать. Поскольку данный сервис запустился пока точно в Азии, честно говоря, все там немножко в шоке, особенно если посмотреть на вкусное предложение от Microsoft. Да, понятное дело, что у Sony намного меньше денег, но если они не пересмотрят конвертацию, то, на мой взгляд, люди будут неохотно переходить на самый дорогой уровень. И что у нас получается в итоге? В данный момент, что подписка от Sony, что подписка от Microsoft, это пока очень хорошее предложение для новых обладателей консолей, которые за счёт них смогут ознакомиться с большим количеством проектов, и их новая консоль не будет пустой, ну а будет с довольно неплохим стартовым набором, о котором хватит на ближайшие пару лет. Но вот что касаемо бывалых игроков, которые либо уже всё прошли, либо которые уже смогли всё купить, всё то, что им там нужно, подписка не особо удивляет. Но объективно в этом плане подписка Game Pass всё равно смотрится вкуснее за счёт лояльной конвертации и за счёт периодического обновления, ну а также будущих надежд, которые, вероятнее всего, будут точно в следующем году. Но у меня почему-то предчувствие, что если данная тема с подписками реально будет дальше продолжаться, то фактор выбора той или иной консоли или подписки будет заключаться лишь в какой-нибудь вкусной игре. Типа вот если я хочу поиграть в Assassin's Creed Valhalla, значит я беру подписку PlayStation Plus. Если я хочу там поиграть в Sniper Elite 5, значит я беру Game Pass. Поэтому думаю, что в ближайшем будущем, в большей степени, и выбор будет именно на этом. Ибо Microsoft, ещё раз повторяюсь, благодаря бесплатным таким вот пополнениям больших проектов, смогут смело тянуть выход эксклюзивов чуть ли не до старости. А Sony путём этой подписки будет стараться удерживать тех, кто уже сидит на плойке, либо же пытаться завлечь любителей платить оптом, попутно также ожидать экзов. Как по мне, с таким исходом консоли могут прийти к тому, с чего и начинали. А именно, у кого экзы будут круче, тот и привлекательнее. Конечно, в этой ситуации стоит отдать респект инди-проектам, ибо их пополнение в подписке реально скорашивает некоторую ситуацию, так как порой бывают реально годные проекты, на которые ты бы вряд ли обратил внимание. Но человек такое существо, что ему вечно всего мало, и поэтому все заждались уже качественных ААА-проектов, которые в конечном счёте и будут решать, какая консоль круче. Ну а какая подписка будет круче, покажет лишь, наверное, их пополнение, ну а также время. В общем, пишите своё мнение о данных подписках в комментариях, какая для вас вкуснее, что вы думаете об отсутствии конвертации у Sony, и если видос вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok